Сразу перенесемся в такое ключевое место, одно из ключевых мест этих выборов. Это центральная избирательная комиссия, где сегодня на протяжении всего дня работают наши корреспонденты с меня и друг друга. Вот на связи уже Дарья Беловцева-Петровская. Даша, здравствуйте. Мы в таком формате с вами сегодня будем общаться очень часто. Я знаю, что уже ваш первый выход в наш вечерний эфир несет с собой настоящий эксклюзив. Так что наши зрители смогут быстрее, чем наши коллеги, конкуренты с других каналов, узнать самую оперативную информацию от главы ЦИКа Лидии Ермошиной. Так ли это? Это так. У нас на самом деле сейчас очень эксклюзивная информация от глава ЦИКа Лидии Ермошиной. Лидия Михайловна, здравствуйте. Извините, пожалуйста. Я знаю, что у вас очень напряженный график. Буквально через полчаса вы должны присутствовать на пресс-конференции во Дворце Республики. Скажите, пожалуйста, последние данные на этот час. Ну, мы не знаем, какова явка избирателей на 20.00, но это уже не имеет значения, поскольку выборы состоялись с очень высоким процентом. Сейчас начался самый сложный конфликтный период – это период подсчета голосов. Однако мы уже обладаем информацией, как проголосовали так называемые участки закрытые, то есть участки, где голосование закончилось после того, как проголосовали все избиратели. Это больницы и воинские части. Несмотря на то, что на этих участках внесено в списки менее 1% избирателей нашей страны, тем не менее эти данные дают картину тенденции, картины общества, как оно проголосовало. В соответствии с теми сведениями, которые получены центральной комиссией, 89% проголосовало за Александра Лукашенко, тех, кто включен в списки для голосования на этих участках. Ну, на втором месте кандидат «Голосую против всех». На третьем месте госпожа Короткевич. Лидия Михайловна, вот буквально несколько минут назад закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов. Когда будут озвучены вообще первые результаты голосования? Мы не знаем. И мы рассчитываем, что с 12 до часу ночи наши областные избирательные комиссии, Минская, Городская, мы дали им такую разнарядку, скажем так. Перед нами отчитаются, и мы до часу ночи сможем проинформировать страну. Ну, а уже избиратели, которые лягут к этому моменту спать, все узнают утром. Спасибо вам огромное, спасибо за терпение. Напоминаю, с нами в прямом эфире была председатель Центризбиркома Лидия Михайловна Ермошина. Сейчас она направляется во Дворец Республики. В 20.30 она там даст пресс-конференцию нашим коллегам-журналистам, где сообщит последнюю информацию. Спасибо.